Секрет молодости, не только творческой, раскрыл Кохлояровский художник Юрий Хорев, чья персональная выставка открылась во вторник в галерее «Белый зал» Кохлояровского музея «Сланца». В экспозиции выставки 32 работы, написанные маслом и акрилом за последние пару лет. Оценить их, порадоваться за своего товарища по цеху, пришли члены объединения художников Кохлоярове «Объединение русских художников Эстонии». Сам же Юрий Хорев входит в правление этих творческих организаций. В Кохлоярове у него есть своя художественная студия для взрослых. На прониссаж пришли ученики этой студии, а также дети, учащиеся в художественных отделениях школы искусств Кохлоярове и их педагоги. У вас есть ученики, вот они пришли первый раз на занятия. Вы им говорите, мол, картина – это не фотография, а художник – не фотограф. А кто? Продолжите свое обращение к ученикам. Вот я им всегда пытаюсь, прежде всего, сказать такую одну простую истину, что прежде всего никогда не пытайтесь копировать, потому что одно дело – сделать картинку, а другое дело – это сделать гармонию во всем пространстве, в каком вы находитесь. То есть это будет лист, предположим, холст, но все, что угодно. Рисуйте телеграфный столб, но он должен быть органичен, то есть все окружение его должно диктовать на какую-то вашу позицию творческую. Для этого есть все возможности – линия, цвет и, конечно, естественно, это организация композиции. На самом-то деле в этом и заключается творческий процесс – организовать так, чтобы была гармония. А с чем ассоциируется у вас Кохлоярове? Как вы его видите? Вот, кстати, да, хороший вопрос, потому что, на самом деле, о городе у меня очень много работ, но у меня нету, как бы, таких вот символов, да, вот городских, я, как правило, не беру. У меня в основном все сюжеты взяты, очень простые – это шахтерские поселковые дома, маленькие улицы, которые когда-то были выстроены еще в раннее время в строительство нашего города. На вернисаже Сталина прибыла покровительница эстонского изобразительного искусства, известный галерист Ольга Любаскина. И не одна. С ней приехал человек, которого в России, да и во всем мире называют, не иначе-ка гений русского импрессионизма. Это художник из Москвы Бато Дугарджапов, который покажет в Таллине свою выставку, а ее с нетерпением ждали все любители современной живописи. Юрия Хорева гости поздравили с открытием выставки. К ним присоединились вице-мэр Кохлоярове Нина Алексеева и член Ригикогу Валерий Корп. Но, пожалуй, самое дорогое поздравление Юрий принял от своих детей и внуков. Выставка Юрия Хорева будет работать в галерее «Белый зал» до 30 сентября.